С работами Александра Хачатуряна знаком каждый зареченец. Это скульптуры «Колыбель» возле Дворца культуры «Современник», и «Амур» или «Спящий младенец» напротив перинатального центра, а также бюст Михаилу Васильевичу Проценко на территории производственного объединения «Старт». Познакомиться поближе с создателем этих работ и посмотреть на другие творения автора смогли зареченцы, которые пришли на открытие персональной выставки Александра Саркисовича. «Самая такая, я считаю, моя работа – это покаяние. Самая она и любимая, и, понимаете, в то время, когда я его сделал, возможно, как сказал один из моих хороших друзей, которые понимают и в скульптуре, и в искусстве, они сказали просто «ты немножко опередил время». Люди просто не могут принять то, что ты хочешь каяться. Творения Александра Саркисовича удивительны. Они заставляют зрителя и улыбнуться, и глубоко задуматься. Как вам, например, такой бунт разума? И забавно, и философски. На персональной выставке представлены не только скульптурные работы, но и графические. Что вам все-таки ближе, скульптура или графика? Ну, мне ближе, я даже не знаю, как сказать, но ближе скульптура. Я скульптор. А графика, понимаете, то, что не можешь выразить в скульптуре, это не скульптурно, да. Естественно, мы рисуем, мы в графике, в живописи, и все это как-то выражаемся именно в этом жанре. Среди самых первых посетителей выставки была и ученица Александра Хачатуряна, Наталья Самодуровская. Как сама нам призналась, она и не планировала связывать свою жизнь со скульптурой. Все произошло волей случая. Я когда шла в художественное училище, я хотела поступать на дизайн. И недооценила уровень училища, и с треском получила по всем специальностям тройки. Ну, и захожу, ну, мне перед комиссией говорят, ну, понимаешь, ты не прошла. Ну, и тут Александр Архисович такой говорит, последнее место осталось. Пойдешь ко мне на скульптуре, а я про себя думаю, ну, что же делать, нечего, надо идти. Ну, я говорю, ну, пойду. О неожиданном выборе Наталья не жалеет. На каждом занятии Александр Архисович старается максимально полно рассказать о всех известных ему тонкостях создания скульптуры и передать ученикам секреты своего мастерства. С произведениями Хачатуряна знакомы не только в Пензе, но и по всей России, и даже за границей. Например, памятник Костапу Бендеру, который установлен в Элисте, пришелся по нраву бразильцам, и они заказали копию. Теперь на одной из улочек Рео-де-Жанейро можно встретить изваяние знаменитого афериста. А в России со Стапом произошла одна очень интересная и запутанная история под стать самому герою. У Бендера пропала рука, в которой он держал шахматного коня. И когда они позвонили мне, министр культуры Калмыкии, мол, Саша, сделай еще одну кисть, мы приварим, вот это украли, отпилили. Я отлил все, благо эта форма оставалась. Я все это сделал. Потом через неделю звонят. Это же министр говорит, все, нашли кисть. Я спрашиваю, как же вы могли в такой большой Калмыкии найти эту кисть? В общем, говорит, вот президент в свое время, ты там, короче, собрал всех этих воров в законе и дал срок. И они быстро нашли все это. Найденную кисть Александр Хачатурян подарил своему другу на счастье. А вам, дорогие телезрители, он подарил целую выставку. Правда, ненадолго, так что поспешите на встречу своей удачи и успейте увидеть все своими глазами.